Что нужно для того, чтобы иммунизация пациента прошла должным образом? Конечно, нужен правильный препарат, но также важно и то, какой медицинский специалист будет делать прививку. Об этом сегодня и говорили на семинаре иммунологов. Этот семинар посвящен на тему иммунопрофилактика у детей. Сегодня мы собрали более 500 медицинских работников. Здесь у нас в основном школьные врачи и медицинские сестры. У нас в области есть 4 школы, в этих школах детей 16 570 учатся. Но у нас прививки делаются по плану. Специально у нас есть утвержденный план по приказу Министерства здравоохранения календарных профилактических прививок. В большем случае для защиты себя от вирусов население прибегает к иммунизации. Люди на собственном опыте убеждаются, что это просто, быстро и эффективно. Иммунизация, слово иммунизация, это в организме оно поднимает иммунный статус. Раз иммунный статус у нас хороший в организме, не может проникать вирусные инфекции к нам. Это оно доказано научными сотрудниками. Сотрудниками. Всемирная организация здравоохранения тоже утверждает. Это не первый год. Мы годами получаем прививки. Помимо важности проведения иммунизации, специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля поговорили и о работе актюбинских медиков. Заместитель руководителя ведомства Мухтар Сербаев сегодня осветил то, как врачи и медсестры выполняют свою работу, отметив, что деятельность некоторых из них порой не вызывает доверия. В итоге, в результате, он, самое главное, не контролирует, вы не контролируете, вот, заместитель главного врачей и руководителей, жанна, ПМСР. Сидерги Барни Баруру, везде, Сундаемису, жагдай, бахломаса бру, бельгенжи, самая ман. Зарядки, может быть, исключения. Не было контроля со стороны перворуководителя госпитального эпидемиолога. Госпитальный эпидемиолог вообще здесь они присутствуют, да? В целом семинар еще раз напомнил каждому медику о том, что здоровье и жизнь пациента в его руках. Организаторы отметили, что в ближайшее время врачи и медсестры будут проходить аттестацию, а не прошедшие ее будут проходить обучение заново. Тамирис Жумабаева, Юрий Шаповалов, программа «Факт».